Велик наш Бог и слава Его наполнена вся Вселенная. И нет задачи, друзья мои, более важной, и нет дел более неотложных, чем делать дела самого Бога, пославшего нас с вами на побелевшие Нивы. И сегодня утром я получил ряд писем от зрителей «Импакта», но письмо прямо из Украины от Вадима коснулось меня по-особому. Смотрите, что он пишет. Помолитесь, вернее, поддержите в молитве. Рушится семья, жена хочет развода. У нас шестеро детей, младший восемь месяцев. А второе письмо от зрителя Нины, оно, напротив, вдохновило всю нашу команду, наших служителей продолжать делать именно то, что мы делаем. Смотрите, что она пишет. Очень слабая женщина, хочу служить Богу, но не знаю как. «Подскажите», – обращается она к нам. И регулярно общаясь со многими зрителями, даже с рядом из вас, как в странах Северной Америки, так же в странах СНГ, я заметил очень повышенный интерес к вопросу «Жизни вечная», а также к вопросу о жизни после смерти. И наполняется сердце моей радости от того, что у нас с вами есть ответ, дорогие мои. Он даже не у нас. Ответ находится в Божьем Слове. Мы же, как проводники Его истины, мы доносим это слово и достигаем людей, ищущих это слово. И чем более грех опустошает массы людей вокруг, чем более грех поощряется и приветствуется политиками, президентами на всех уровнях, тем более у нас есть возможность остаться твердыми и непоколебимыми в нашем следовании за тем, кто не изменяется. Тьма покроет землю и мрак народы, говорил Господь еще несколько тысячелетий назад. И это именно то, что происходит сейчас. Господь предостерегал нас о тьме греха, беззаконии, богоотступничестве, которые будут иметь место в последние дни. «Но нам с вами», он же сказал, «но вы не во тьме, чтобы день тот не застал вас внезапно». Это слово нашего Бога. Мы не во тьме, так как Он открыл нам глаза и просветил их солнцем и словом, или солнцем правды, словом истины. Мы не во тьме, так как у нас есть свет истинный, сходящий с небес. Мы не во тьме, друзья мои, так как у нас есть звезда светлая и утренняя. Мы не во тьме, так как солнце правды освещает наш с вами путь. Мы не во тьме, так как у нас есть надежда и надежный, надежный путеводитель. Мы не во тьме, так как у нас с вами есть надежный рулевой. Мы не во тьме, так как Он держит нас за руку, из которой никто и ничто не сможет похитить. И я чувствую большую ответственность именно в том, что наше влияние с вами посредством служения импакту указывает путь заблудших, укрепляет малодушных, а также по-особому предостерегает Церковь о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа за своими. И, друзья, мир не может предложить человеку то, что, будучи рождены от его живого слова, мы можем предложить. Со всей так называемой мудростью, деньгами, технологиями, достижениями мир обречен без Бога. Вот почему на их пути наш Бог воздвиг церковь. И одним из голосов этой церкви является, церкви последних дней является наше с вами служение, служение импакт. И временами я трогаю себя самого в изумлении с вопросом Господа о том, почему Он избрал нас с вами для такой большой цели – нести Его Слово по всему лицу земли и даже до края земли. Хотя полный ответ, конечно, дорогие мои, мы получим только в вечности. И однажды, находясь в размышлении внутри себя, я услышал голос, который прозвучал во мне в ночной тиши. «Если не ты, Юрий, так кто?» Такой был вопрос. И тогда же в глубоком сокрушении я понял именно то, что Господь посылает не меня одного, а вместе с вами, дорогие соучастники, в великом звании. Вот почему ряд из вас, друзья мои, получает ежемесячные письма из офиса служения импакт, на конвертах, которых прямо спереди и большими буквами написано «Вместе с вами мы много сделаем для Царствия Божьего». И также, имея большие ежедневные расходы на содержание глобального спутникового телевидения импакт, мы вновь и вновь выражаем глубокую благодарность за ваши финансы, за ваши молитвы, за вашу поддержку. Да воздаст Господь вас сто крат, каждому из вас, и да восполнит по богатству благодати своему, благодати своей. Да благословит вас Господь!